всем большой привет мы дома зашли в магазин я получила пособие и теперь все теперь все теперь настя будет говорить как что мы покупаем теперь я буду контролировать в этом месяце счет поэтому зашли в магазин и я аня дала так говорю аня установку мне дала берем то что я хочу аня думала думала сказала нет ты же знаешь что и как я говорю нет у меня пришлось пособие я вам потом расскажу в подробностях что там но вообще ничего хорошего честно нет перерасчет сделали ну ладно спасибо и на то конечно большое так купили мы значит поед это твои еды купили на это на него сейчас скидка на выпечку сюда там кстати горячая выпечка бывает вот где-то час к 2 3 4 вечера 5 горячий хлеб 45 до центов до 45 центов поэтому взяли на воде на горячей вы должны дальше на это значит взяли вот такую рыбку скидка смотрите очень выгодно и всегда вам ребята советуют кто может красной рыбой интересуется всегда берите на это хоть и и выставляют очень мало но там всегда бывают скидки смотрите 600 грамм за 10 евро это очень выгодно то у нас городе можно других свежим хорошие до 10 евро скидка раньше конечно шестьсот писала область на шестьсот последнюю забрали так сюда будет нужен сегодня да сейчас это так сказала спасибо на том конечно спасибо большое за пособие за все сюда не оба не благодари мне и воспринимайте так что сказала ничего хорошего просто другом хочется мы в другое видео запишем поэтому я так сказала вырезалась метрами хлеб значит остовый нам понадобится для я уже просто наперед вижу комментарии поэтому я лучше всего сразу буду это на опережение для чего там сыра и рыба ой в этом вы такие дорогие нори потому что в азиатском магазине когда мы были подачи давно было намного выгоднее там 10 листов за что за 2,50 а здесь 2,39 за одну упаковочку 5 смотрите рис мы взяли говорят что очень вкусный раз забрали все последнюю пачку забрали за до 3 а вот я взяла жасминовый рис для суши обычный рис я каждый раз готовилась обычно в этот раз а когда берем воду засушивали он воняет каким-то старьем так заправку я все-таки купила для суши пускай будет вот такая заправка идет в РВ кому интересно может в РВ продается кстати кто-нибудь готовил уже роллы по на мой рецепту ты снимала рецепт пищевая пленка мне понадобится для суши потому что у меня коврика нет буду что-то придумать заменять этот раз солнечное масло это евро 79 столь креветочки вот такие вкуснейшие 100 грамм для суши ну а что ну действительно ну дали пособил то это вот почему бы у них нет это так черри типа черри но они больше на сливе на черри они не покушатся 500 грамм да я ошиблась в общем была акция евро 99 за 500 грамм и оказалось 2,49 ну такое ну ладно нутелла пустому хлебу да поэтому мы взяли скидку конечно да вредно все мы знаем знаем понимаем авокадо тоже нам понадобится для суши вот какие эти котлеты и что еще нет вот такие две упаковочки салями по 150 грамм кстати суеты ну потому что безграбельно если брать в Альдии в РВ или в другом магазине то именно в нет она вкуснейшую так ребята да тут если вы можете наблюдать и потом у вас стоит точнее на один раз это покупка например соляны это на будущее понедельник перед уроками надо что перекусить это в этом вот это тоже сыр нам понадобится для суш я не знаю я его еще не пробовала я надеюсь он такой же какие то ну увидим но что-то пойдет туда это тоже для суши взяли это в магазине вообще дешево я считаю сыр 150 грамм это твердый сыр стажу сюда было интересно смотрите когда есть столько воды это плохо или хорошо день не знаю и не я не помню ну да я тоже не понимаю но обычно как типа товар уже исходит туда можно так сказать такой сырок блин течет возьми газ ты попробуй я щас попробую только ложку потом заберешь сырок что ты да то же самое не ошиблась но я переживала да а еще сейчас не сможешь вот этот попробовать сказать вот это вот ребята кстати там сейчас пишут в комментариях как же называется магазин я потом а я сказала на видео сказала там в конце когда мы уже походу или вначале а она начать посмотреть как он называется чек у нас я в общем то да в комендарах уже он пакете тут аня вот метровский пакет там внутри вот найди там где-то я ты закинула его туда да это он должен ревет 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 да ладно я потом сама да мне надо нож кстати надо купить нож да вот такая закупка хочу попробовать все таки этот сыр у их очень в том магазине что мы снимали получится много выбора именно сыра даже на магазине написано много раз типа кезе сыр на самом деле вы видели там есть все полуфабрикаты в общем вообще все под раз и кстати вот вчера когда мы там были брали пачку одну чипсов там очень много брали йогуртов по штук 30 йогуртов брали пробуешь уже необычно но я не пойму зачем он такой мягкий я думала твердый а ну дай мне кусаешь не могу понять а что это за внутри хрустит тоже не могу понять вкусно это именно дорогой вот смотрите я думаю вам видно вкусно такой необычный не знаю это дорого за сыр по моему дешево 9 вот 800 кг это нормально не знаю судя по ценам вальде вроде как это сыр и недорогой я не знаю напишите ну такой необычный да с виноградом его вкусно есть вкусно вкусненький сыр с виноградом с мёдом да в общем такая вот закупка у нас дорого в общем это все сколько ну все 50 евро да очень дорого а это закупка половина сегодня ну ладно мы раз приготовим суши уже как ничего страшного потом будем уже экономить на потом опять экономии начнется так что как то на этом все ребята вот напишите вы видите перед собой продукты напишите стоит ли эти продукты 50 евро мне интересно интересно ваше мнение ну ну с другой стороны рыба по акции да но на это вот сюда евро 79 я не знаю как всегда вот так понемногу понемногу сумма получается ну то у тебя сыра сколько настя помидоров полкилограмма нормальных вкусных масло да это вкусные помидорчики масло дешевое ну в общем я не знаю я надеюсь что рис здоровый когда нибудь мы будем делать более экономные ребята ну захотелось ну блин захотелось насти суш а я почему не хочу это еще и стараюсь для ютуба сегодня у меня выйдет еще одно видео я даже думаю да сегодня три видео три видео сегодня будет или сегодня два а завтра одно я хочу снять вам что то интересное и поразговаривать с вами да будет просто снимать откровенный рассказ свой да без преувеличения а так как оно есть так что заходите не как все блогеры между прочим правдивые истории будем рассказывать вам я попробую сейчас сливку это черри вон я понимаю черри ну ты что не моешь насту какая это черри на самом деле чего то я на нем это и не хочу безвкусно ну сливка мне нравится ну они сливные чай нет мне нравится вкусные да распробуй потом вот это свои эти ну каждый свой вкус вкусные все ладно спасибо вам что посмотрели это видео надеюсь поставили нам лайк подписались написали комментарии мы очень радуемся когда мы видим что количество лайков хорошее да когда мы видим что пишите комментарии очень очень это нам приятно так что все всем хорошего настроения и до новых встреч всем пока